Вечер добрый! Украинский политик-тяжеловес. Занимал должности премьер-министра и первого замглавы секретариата президента при Викторе Ющенко. Был министром обороны в правительстве Юлии Тимошенко. Во времена Советского Союза руководил крупными строительными трестами Украины. В 90-х формировал государственную политику в экономической сфере и стоял у истоков приватизации. Возглавлял фонд госимущества. Госкомитет по развитию предпринимательства был министром экономики. С 2002 года профессор Национального университета имени Тараса Шевченко. Юрий Яхануров. В программе Наталья Влащенко. Люди. Здравствуйте, Юрий Иванович. У вас такой послужной список, что просто, знаете, я вчера читала всю вашу профессиональную биографию, но вы уже можете спокойно ничем не заниматься вообще. Как это? Потому что свой жизненный план вы, по-моему, выполнили с лихвой. А вот я вас нечасто сейчас вижу и слышу. А чем вы занимаетесь и чем живете? Я профессор Национального университета имени Шевченко. Я очень много лет преподаю. Никогда не прерывал ни на каких должностях, на каких я не был. Еще когда был управляющим трестом строительным, я в Красном корпусе начал читать на экономическом факультете. И читаю до сих пор. Вот это моя такая главная работа сегодня. Ну, кроме того, общественная работа. Я с большим удовольствием занимаюсь общественной работой. Мне очень приятно. И учить. В основном это все связывается с тем, что надо учить более молодых. Вот. И этим я занимаюсь. Ну, я просто с языка у вас сниму этот вопрос. Мне стало интересно. Вы говорите, что вы такой длинный промежуток времени преподаете в университете. А чем отличались вот те молодые люди, которые тогда были, когда вы пришли, от сегодняшних вообще? Хороший вопрос. Вы знаете, проразительно. Я думаю, что да. Я вспоминаю начало 90-х, когда я пришел в университет, и было так, двери, представьте себе, красный корпус, центральный вход. И двери вот так досками забиты, и написано, что занятий не будет. Вот. И это был первый раз, такой вот запомнился на всю жизнь. Вот. И потом наступили вот эти, начало 90-х, когда студенты, ну, в общем-то, не хотели учиться. Вы знаете, плохо ходили. Смысл был учебен. Все хотели, все хотели работать на биржах, все хотели где-то там бегать, зарабатывать. И вы знаете, что стало? Я вначале помню, как кафедра полная, полно людей, разговаривают, все такое. Вот. А потом наступил какой-то такой период, такой вот, какой-то непонятный. Что я с большим удовольствием могу сказать? Сегодня кафедра, опять улей. Сегодня очень так приятно, что сегодня вот такая жизнь наладилась. То есть престиж образования сегодня опять как бы поднят до той степени, до которой он, собственно, должен быть поднят. Знаете, может быть и неправильно, но я не могу обобщать. Я просто могу сказать, что у нас, в университете Шевченко, на экономическом факультете, вы знаете, как приятно видеть вот эти умные глаза, вот, и людей, которые, в общем-то, не стесняются тебе задавать любые вопросы. Вот. Это, знаете, это какой-то и есть оптимизм в этом. В общем, без всякого особенного пиетета, по-моему, да? Вот молодые, они как-то... Никаких авторитетов. Да, они себя чувствуют абсолютно спокойно. Юрий Иванович, вот вы же, как я уже сказала, управленец с огромным стажем. Я хочу задать вам вопрос, потому что вам есть чем сравнивать, и вы можете анализировать. Вот эта лодка, которая, большой корабль, которая называется «Украина», он насколько сегодня контролируется командой? Ну, в Украине всегда была проблема организации и управления. Ну, то есть их отсутствие. Вот. И попытки создать государственное управление, начиная с 91-го года, так получилось, что с работы в главке Югростроя, где был замначальника главки Югростроя, это огромная строительная организация в городе, у нас было 56 тысяч работающих. Не отвлекайтесь. И вот я, меня пригласили, я перешел работать на Грушевского, теперь, тогда еще Кирова, в сентябре 91-го года. Вот. И вот на моих глазах это все происходило. Ничего не происходит. Попытки, попытки все время наладить систему государственного управления. Сейчас очередная попытка. В общем-то, пока, как это в старом гимне коммунистов пелось, до основания. Ну, то есть развалили. А кому за эти 20 лет, с вашей точки зрения, удавалось эти настройки лучше всего, так сказать, в действительности приспособить? Понимаете, в каждой системе есть своя логика. И та реформа, которая началась, была в конце 90-х, в начале нулевых годов, она имела свою логику и начали осуществляться. Но потом, начиная где-то с 2002 года, опять пошли назад. Ну вот я прочитала некоторое ваше интервью последних лет, и с большим удивлением обнаружила, что вы хвалили, например, молодую команду молодых реформаторов Януковича, что вы хвалили, в частности, Арбузова, которого вы считали, что он спас Украину с дефолта. И так далее, и так далее. Вы всерьез считаете, что они были эффективными? Давайте так, поделим на две вещи. Вначале они сделали очень неплохие документы. Документы чего? Реформирование. Вы знаете, я должен сказать, что очень квалифицированные, хорошие документы. Они годятся сейчас для того, чтобы работать. Ими уже сегодня не надо ничего писать. Надо брать то, что за многие годы написано, и, в общем-то, нужна политическая воля. Да и, по-моему, уже никто и не пишет особенно. Вы знаете, нужна политическая воля, чтобы это внедрять. Потому что потребности Украины... То есть концепция уже понятна. Абсолютно понятно, куда мы двигаемся, как мы идем. Ведь мы же и в прошлом году и шли в Европу. И поэтому логика этих реформ, она понятна. Не хватало людей, политической воли и в стране, и у руководителей, для того, чтобы это провести. А что случилось с молодыми реформаторами, с вашей точки зрения, в глобальном смысле? Которые написали такие хорошие документы и были совсем, вроде бы, как неглупыми ребятами. Вы знаете, я многих из них знаю. Это ребята, которые, ну, скажем так, сникли. Они сделали документы. Некоторые из них, многие из них попали в Верховный Совет. А дальше ничего. Вот стоп. Это вы сейчас кого имеете в виду? Это я имею в виду, вот, например, команду, которая работала под руководством Александра Данилюка. Они... Я не помню их там должности. Но они, я знаю, что они сидели и на Банковой, и в разных местах. Я думала, вы арбузовы имеете в виду, Клеменко и всю молодую команду реформаторов. Они работали на него тоже. То есть, вот это, я не имел в виду тех, которые занимают, занимали официальные посты. Я говорю, им делали по их заказу, им делали материалы. Они эти материалы рассматривали, передавали в Верховный Совет. И таинственным образом там все останавливалось. Причины... Причем миллионы тратились на это. Ведь это же были все очень дорогостоящие проекты. Для того, чтобы сделать документацию, я знаю, что некоторые проекты стоили там миллион долларов, полтора миллиона долларов. Вполне, вполне может быть. Некоторые проекты, да. Там большие команды работали. Особенно, когда привлекались иностранцы. Логика, логика этого всего была правильная. Но этот материал лежит, и до сих пор, ну, его надо на дарение менять. Меня удивило очень видение вот ситуации на Донбассе вашей, опять же, которую я прочитала в одном из интервью. Вы говорите о том, что, вот, вы в Сирию считаете, что тех людей, которые, как вы говорите, вменяемые, нужно оттуда вывезти, которые занимались научной работой, там, преподавательской, которые, ну, занимались чем-то серьезным, адекватным. А все остальные просто закрыть территорию под ключ, и пусть они сами, там, вручить им их собственную судьбу. Я правильно вас поняла? И пусть они, там, как хотят, так и живут. Судьба просто такая, что у меня очень много знакомых из научного мира, ну, тех людей, которые мыслят очень нормально. Это были серьезные вузы, доездки, лирситет. Они сегодня не нужны. Они там просто не нужны. Этих людей надо спасать. И чисто по-человечески, и с точки зрения государственной, этим людям надо дать работу, надо дать кусок хлеба. И я так предполагаю. Ну, например, близкий мне Днепропетровск, Кривой Рог, и так далее, они могли бы предоставить рабочие места этим людям. Один институт экономики и промышленности. А кто этим должен заниматься сейчас? Министерство образования. Кто этим должен заниматься вообще? Или какой-то сделать отдельный, там, я не знаю, комитет или министерство, которым делами бизнеса занималось? Министерство образования, к счастью, немного занимается этим вопросом и уже понемножку перевозят университеты. Академия наук, я пока такой информации не имею, они бы свои подразделения людям, живым людям, надо предоставить работу и дать возможность жить. Потому что то, что там сегодня происходит на Донбассе, ну, с таким, знаете, с болью в сердце, можно говорить о том, что им сегодня не до науки. Им надо выживать. Безусловно, у меня там тоже есть очень много знакомых, которые там, доктора наук, которые преподают в Луганском университете, например. Ну, они рассказывают чудовищные вещи об отношении к преподавательскому составу, о том, как их заставляют какие-то клятвы там принимать, еще что-то. Ну, в общем, ну и понятно, что, конечно, работы не будет. Хорошо. А что делать в принципе? Потому что Донбасс – это часть территории нашей, да? И Луганщина, и Донбасс. Какой должна быть государственная политика по отношению к этим территориям? Это территория Украины, которая временно находится под другим управлением. Под чьим? Ну, очевидно, что если они 2-го числа проведут выборы, то это значит, что они объявят какое-то свое самоуправление. Вот. И мы будем иметь под боком, с одной стороны, Приднестровье, с другой стороны, уже внутри Украины, мы будем иметь такой анклав, который будет как условно самоуправляемый. Вот. И, а затем какой-то период времени будет такой длинный период времени осознавания. Я понимаю так, насколько сигналы, которые приходят оттуда, что будет внутренняя борьба за властью. Ресурсов будет немного, за них будут бороться, и бороться будут силовыми методами. Очень боюсь, чтобы, боюсь что-либо говорить, но это, скорее всего, 90-е годы. А как этот анклав там может существовать? Я даже не думаю, что это 90-е, потому что там же не работают банки, там не работает экономика никак, там не работает ничего, там работают только какие-то спекуляции бензином, который завозят из России и еще что-то. Как это может быть? Практически невозможно прогнозировать такие вещи, потому что такие вещи с нами еще не происходили. И, очевидно, давайте встретимся в марте следующего года. А есть опасность расползания этой территории? Конечно. Я думаю, что будут отдельные анклавы. Будет поделена на территории влияния и дальше. Но давайте в марте месяце поговорим. А почему вы называете именно март? Надо зиму пережить. То есть эта зима многое определит, с вашей точки зрения? Да. Я тот человек, который в Волчевске в январе 2006 года провел достаточно много времени. А меняется очень психология людей, которые находятся в патовой ситуации? Нет. Не меняется, да? Люди, понимаете, смотря что мы имеем в виду, что я имею в виду, я сейчас скажу. Люди находятся в состоянии форс-мажора. А это как-то прочищает мозг или нет? Вот Алчевск, 2006 год, январь. Мэр сбежал. Город замерзает. А потом выборы. Этот мэр опять во главе всего. Потому что свой. Вот я не в состоянии понять. Вот мне очень много рассказывают об этом патернализме на Востоке. Да. Что они готовы простить все. Вот этот вот стокгольмский синдром, я не знаю, там, воровство, убийство, все что угодно, только потому, что человек свой. Да. Что это значит, вот в полной мере, я, например, осознать не могу. Вы считаете, что это включено просто в обмен веществ людей, которые живут там? Это люди, вот сейчас голосование, которое прошло. Или такой постсоветский синдром. Я посмотрел, я посмотрел, да ничего не изменилось. Вот годы прошли, люди не изменились. А вы знаете, это очень серьезная проблема, проблема территории, население которой сформировалось не так давно. Ну, в историческом плане, ну, скажем, 80 лет назад. Вот, 70 лет назад. А для того, чтобы общество развивалось динамично, двигалось, наверное, все-таки это маловато времени. Со всех сторон бывшего Советского Союза туда собрались люди. Юрий Иванович, еще один вопрос, который очень волнует, я думаю, не только меня, но и всех. Ведь мы как-то так аккуратно замалчиваем эту тему. А что случилось с Крымом? Знаете, помните, как у одного известного политического деятеля спросили, что случилось с Курском? И он ответил, она утонула. Вот как утонул Крым? Просто на наших ошалевших глазах, без единого выстрела, без сопротивления, без даже какой-то попытки сохранить огромную ценную территорию. Вот вы были министром обороны. Скажите мне, как это могло быть? Ведь у нас же там много частей было, насколько я знаю. Вам одним словом сказать? Крым сдали. Ну, а теперь, что мы могли? Кто сдал и почему, скажите? В 2008 году, когда были события в Грузии, а у нас было серьезное наводнение как раз в это время, в августе месяце, вот, а у нас были плановые учения в Крыму. И мы там в Чауде, в нескольких десятках километров от Феодосии, проводили учения, небольшие стрельбы. И тогда я вернулся с Прикарпатия, и Генштаб доложил о том, что, ну, большое формирование соседней державы, как говорится, на Северном Кавказе находится, большое военное формирование. Они в Грузии заняты, они скоро освободятся. Вот, и это серьезно. Нам надо продемонстрировать, что у нас тоже есть серьезные воинские формирования на границах Украины. И тогда было принято решение, мы подняли сначала один полк, который за трое суток вышел от Николаева до границ, там, в Крыму. Вот, а я имею в виду уже от тех, до морских границ. Вот, а затем телевидение очень много показывало, Днепропетровскую бригаду подняли. Вот, и наши десантники тогда железной дорогой туда были доставлены. Мы, и там еще были другие воинские части подняты, мы продемонстрировали, что в течение трех суток мы способны поднять серьезные воинские контингенты и направить на защиту границ. Почему не подняли? А вы знаете, после этого, секунду, и вот после этого мы продемонстрирули, что мы это умеем, наши соседи увидели, что мы это можем, и все, мы разошлись аккуратно. Вот, а здесь никого не подняли. Сейчас нам много чего будут рассказывать. Почему, почему, почему? Вот у вас же есть какое-то мнение свое личное по этому поводу? Я высказал... Это, понимаете, речь идет о Турчинове, конкретно. Мое мнение такое, ну, во-первых, мы были в ситуации, разобранном состоянии. И Турчинов был... Почему разобраны? Мы были ослаблены после Майдана, у него совсем уже разобраны. Мы были в разобранном состоянии в плане верхней власти. У нас не было президента, вот, у нас был, стал исполняющим обязанности президента буквально несколько дней. И мы избрали президентом пастора. Ну, вот, я, как человеку, Турчинову, у меня никаких вопросов нет. Я много лет с ним работал, ну, в одном правительстве работали даже. Вот, умнейший человек, все, но он не может отдать приказ. Но потом, когда начались события на Востоке, он же отдал приказ о том, чтобы, ну, как бы, хоть какое-то сопротивление началось? Вот это уже была другая история. Это не Крым. Я понимаю, то есть, в принципе же, мог... Мог. Ну, знаете, ведь, почему я вас так допрашиваю, уже извините. Ведь ходят слухи все время о том, что Крым не просто сдали, а сдали, знаете, ну, в каких-то коммерческих таких форматах. Ну, я не допускаю это. Вы знаете, я хотел бы посмотреть, вот, с точки зрения историка. Вот, что будут говорить, ну, скажем, через 10 лет, через 20, через 30 лет. Будут говорить, что при таком-то президенте, исполняющем обязанности президента, Украина без единого выстрела сдала Крым. Вот, даже вы сейчас это говорите. А тогда это будет уже как аксиома. И никакие оправдания не придут. Но, при этом, надо понимать, юридически, для всего мира, Крым есть территория Украины. И с большими последствиями для всех. У меня много друзей живут в Крыму. Вчера я разговаривал с одним своим приятелем. Вот, он выехал сюда, у него дела тут, он бизнесмен, он работает. А спрашиваю, как? Ну, говорит, без комментариев. Нас отжимают. В Севастополь приехало много осетинов и так далее. Ну, то есть, идет свое... А что же не думали? Мы живем, да, вот, но... Ну, он так прямо не сказал, но типа такого, ну, вы же нас бросили. Вот, что-то где-то там, вот, знаете, это чувствуешь у человека внутри. То есть, крыльчане считают, что это не они вызвали Россию, и не они кричали «Россия, Россия». Это разные люди. Разные... Нет, таких же полно было. Вот, и случилось. Вы понимаете, что... Есть ли шансы, скажите? Ведь вы же политик. Конечно. Есть шансы, да? Ну, тогда получится так, что украинских граждан там будет очень небольшое количество. И может быть такое, что большее количество людей будут с иностранными паспортами жить. Вот. Они будут жить с другими паспортами других стран. Это их дело. Но тогда они не будут голосовать больше. То есть, вот, ваша вот эта вот знаменитая фраза, что бесхребетные люди сдали Крым, речь идет только о бесхребетности, но не о безмене. Вы знаете, мне... Не суди, да суди мне будешь. Я говорю о том, что... Но вы же не пастор. Я понимаю, я хочу сказать так, что... Ну, политическую оценку вы можете дать. В другой обстановке была бы другая ситуация. Военные этого не понимают. Что того, что произошло, почему не были отданы необходимые приказы. Смотрите, очень часто говорят о том, что у нас огромная проблема к началу крымских событий сложилась с тем, что у нас практически не было офицерского корпуса. То есть, де-юра он был, а де-факто его не было, потому что, скажем, там... И, честно, я не хочу никого обижать, назвать фамилии конкретно генералов, полковников, которые сейчас известны, даже считаются героями, которые, скажем, не подняли эскадрилью или две эскадрильи в воздух и не спасли самолеты. Да? Они оставили их в Крыму. Там не вывели корабли, еще что-то не сделали. То есть, профессиональные офицеры кадровые мне говорят, а какие приказы они должны были ждать? Есть протокол, в армии есть протокол. Если есть угроза, значит, нужно уводить людей, оружие, допустим, забирать и так далее. Почему они не сделали то, что нужно было сделать? Мы же там огромный, не только человеческий ресурс оставили. Человеческий, ладно, его не уведешь за руку, да, потому что многие офицеры были местные и приняли решение оставаться там. Но ведь ресурс материальный можно было увезти? Вы знаете, по-моему, очень правильно сегодня задавать такие вопросы, которые вы задаете. И еще более правильно, чтобы на них отвечали соответствующие комиссии. Я же по-другому спрашиваю. Соответствующие комиссии и те люди, которые имеют доступ ко всей информации. Чтобы не было суждений. У нас очень много людей в Украине. Я поняла. Вы знаете, позвольте мне одну цитату. Когда-то я лет 10 назад ездил по Украине, у меня была такая берестечка Ліны Костенко. И там жесткие слова были написаны. Не звукли думать, звукли говорити, кричати звукли, слава та ганьба. Следенный дух прикутать до корыта, лише ногами правду розгреба. Вы знаете, для того времени это было настолько правильные все слова. Сегодня немножко другая страна. Я бы очень не хотел, чтобы звукли говорити, чтобы не болтали об этой теме. Вопросы ставить надо. И на них общество должно получить ответ. Но ответ компетентных органов. Хорошо. Прошли выборы. Прошли выборы. И пришло много новых людей. Пришло достаточно старых людей. Есть ли у нас возможность сегодня ресурс провести реформу быстро? И как вы вообще, по вашим прогнозам, возможно ли коалиция? Ну, коалиция обязательно будет. Здесь вообще, ну, скажем так, легко, как говорят. Но легко на верхнем уровне, на первом уровне. А дальше пойдет все сложности. Вот. Самое хорошее время для реформ. А голосование показало... Общество главное готово. Общество дало как бы карт-бланшу на проведение реформ. Сейчас есть воля общества. Это при том, что, обратите внимание, премьер-министр все время пугает. Вот. Будет плохо, будет хуже и так далее. Но, тем не менее, за него голосуют. Значит, ему дали возможность. Ну, теперь посмотрим. За что возможна борьба? И где, возможно, главная коллизия? Ну, вот будет же, например, Юлия Владимировна, которая успела так все-таки в последний вагон вскочить, ваше любимое. Ну, я думаю, ей уже пора отдыхать. Вот. Хотя она там будет, конечно... Ну, как раз была роль у нас такая была еще одна дама. Наталка Витренко все время. А вот у нее эта роль. Пусть она себе и исполняет. Что касается основной борьбы, ну, естественно, как всегда. При всех разговорах есть ключевые должности в правительстве, в Верховном Совете. И по поводу них будут основные... Партийные квоты или профессионалы? Какие профессионалы? О чем вы говорите? В парламент заходят люди, ну, скажем так, на три четверти с большим изумлением смотрят вокруг, видят и думают, куда эта дверь ведет? А где буфет находится? А где вот... А какое министерство? А как решать вопросы? Ну, я думаю, за полгода они разберутся. Ну, Юрий Иванович, хорошо, но в управленческой структуре можно же назначать профессионалов? Не надо же назначать больше, ну, там, Дмитрия Булатова министром спорта? Я вообще так, ну... Или Швайпу там министром сельского хозяйства. Я считаю, что так должно быть. Но когда вот сейчас уволили первого заместителя начальника генштаба Воробьева, то я, знаете, как-то так умолк по поводу профессионалов, потому что, пожалуй, самый профессиональный человек уволен. Он попал под люстрацию? Да, почему-то вдруг под люстрацию. Значит, видимо, я плохо изучал закон. Надо еще раз будет почитать его, узнать, а за какие же такие вот его уволили? А в коем мы уже заговорили о министерстве этом, возможно вообще очень быстрое реформирование этого министерства? И вообще, что вы думаете про НАТО? Потому что вы же человек, который стоял, так сказать, в центре этой проблемы в свое время. Быстро ничего не получится. Нельзя съесть сразу 10 обедов. Министерство обороны в следующем году способно, носком переварить и правильно освоить около 50 миллиардов гривен. Промышленность не успеет, закупить не успеем, много чего надо разрешения получить. Поэтому надо и обещать нечего, я так понимаю. Понимаете, всякие обещания, они... Союз с НАТО, который на счастах страстно тянет, Юля Владимировна. В ближайшее время в НАТО мы не попадем, у нас есть территориальные проблемы. С НАТО надо дружить для того, чтобы они дали разрешение нам покупать все комплектующие, и чтобы мы могли сносить системами управления всем, чем необходимо, хорошей связью нашей вооруженной силы. Почему вы решили пропустить эти выборы, так же, впрочем, как и предыдущие? Вы потеряли навсегда интерес политики? Никогда не говори никогда. Мне было неинтересно. Я четыре раза был в Верховном Совете. А сейчас говорят все, надо заменить всех. Меняйте. Сейчас посмотрим на этих ребят. Если они захотят учиться, я думаю, что я смогу, например, помочь этим людям. Но я обращался к руководителю одной из фракций, которая только вошла в Верховный Совет. Мы с ним хорошо поговорили тогда, несколько лет назад. Он сказал, будем учиться. Это новая фракция? Нет, нет, ну это да, в прошлом составе. А потом он сказал, ну нет, мы сегодня блокируем. Ну нет, мы там вот выступаем. То есть учиться некогда. Очень плохо. Ребята стали просто боевиками фактически. Они вылетели из парламента уже. Да, по-моему, да. Я вас правильно поняла. Хорошо, я вам не очень... Это вот уже последний вопрос перед тем, как вы мне сможете задать вопрос. Не очень приятно, но я хотела его вам задать. В истории Украины было замечательное время. 2004-2005 год. Когда можно было провести реформы, когда мир был для нас открыт, когда мир восторгался нами. И мы все это как-то бездарно профукали. Чувствуете ли вы свою ответственность, как член вот этой команды, команды Ющенко, за то, что тогда не случилось? Ну, начало первое время я был в Днепропетровске. Я горжусь временем, которое я там провел. Это были лучшие месяцы моей жизни. А потом меня аварийно назначили премьер-министром. И я сразу попал на Первую газовую войну. И у меня впереди борьба по поводу газа, а нож в спину вставила известная дама со своей фрацией. И я все время... Наталья Витринк? Нет. Я шучу. Я шучу. Ты можешь сказать, что она Наталья Витринк. Да, да. И вот в этих условиях приходилось работать. Откровенно скажу, что я тогда заявил о том, что я готов к реформам. Мало того, по заданию президента я провел переговоры в июне 2006 года. И мы договорились. Но через несколько часов уже было другое решение президента. И в результате получили то, что получили. А почему оно было другим тогда? Оно было потому, что Европа нас не поймет. И это решение, компромиссное решение, я считаю, что вот это было определяющее. Ну, знаете, лет через 10 я буду писать мемуары, я там напишу. Но есть... Вот знаете, вот это, к сожалению, я очень люблю такие хорошие анкеты. И в одной из анкет, которая мне очень нравится, есть такой вопрос. О каком несовершенном поступке вы жалеете? Есть нечто несовершенное в то время, о чем вы жалеете, что вы этого не сделали? В 2006 году я хотел за три года сделать реформы. Мне это не удалось. Я потом написал книгу «Параматичный выбор». И я... Эта программа сегодня... Вот ее надо брать и делать. Хорошо. Вы можете меня что-нибудь спросить, если хотите. Я хочу. Скажите, вы встречаетесь с огромным количеством людей. У вас есть чувство такое, вы принадлежите к этому классу. Скажите, украинская интеллигенция, она вообще существует? Она вообще способна сегодня сказать свое слово? Я считаю, что это такое очень советское понятие. И вот на мой, на миру, достаточно было бы интеллектуалов. Потому что, к сожалению, интеллигенция советская и постсоветская не смогла ответить на вызовы времени. Поэтому отдадим же дорогу профессионалам. Спасибо большое. Сегодня с нами был человек-легенда Юрий Ихануров, бывший премьер-министр Украины, бывший министр вооруженных сил Украины. Человек, который говорит, что все уже придумано, все уже написано. Надо просто брать инструменты и делать. Брать лопату и копать. Спасибо большое, Юрий Иванович. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова